Вот это он улетел! Игорь с изумлением посмотрел на отверстие вверху, через которое он свалился в пещеру, и только сейчас осознал, что сидит на ворохе листвы, которую сам же и утянул с поверхности, когда провалился в чертово подобие лифтной шахты. Вокруг было светло, что и понятно, до выхода из пещеры не насчитать и десятка шагов, а снаружи стоял яркий день. Годство какое! Буркнул себе под нас Игорь, прокомментировав случившееся с ним, и с удивлением обнаружил, что ничего себе не отбил, даже копчик. Он вновь задрал голову, чтобы посмотреть, что за ловушка его подкараулила, и увидел над головой совершенно цельную скальную породу. Охренеть! Через пару секунд Игорь уже выскочил в яркий солнечный день. Чтобы тут же сесть на корточки, прислонившись спиной к камню скалы и задрав голову. В этот момент он совершенно четко осознавал, что не спит и не сошел с ума, и не менее ясно понял, что чья-то злая шутка, судьба, рок или еще что-то подлянское переместило его в другой мир. Не в прошлые земли, не в чужую местность его родной планеты, впрочем, и это было бы шокирующим, а именно в иную реальность. «Не понос так золотуха», — слух сказал Игорь и заставил себя встать на ноги. Истырить он не собирался, не тот характер. Да и как-то вот сразу он поверил в подлинность происходящего, как и в отсутствии возможности отыграть свою судьбу назад. Во всяком случае, не в ближайшее время. Только совсем спокойным в таких обстоятельствах не мог бы остаться и полный флегматик Георгий Ким, его сослуживец и друг, имевший кожу толщиной, как у носорога. Днем на небе, помимо солнца, две луны. Именно так, по словам, вколотилась в него неожиданная фантастическая действительность. Выход из пещеры находился на склоне скального невысокого холма, а вокруг расстилался летний сосновый лес, такой же, как и вокруг села Замятого, где Игорь еще утром гостил у своего деда. Если бы не знак свыше в виде необычного сочетания небесных тел, то можно было бы рассматривать и иные варианты попаданства. Настолько природа вокруг была неотличима от земной. Игорь не привык все сваливать на плохие обстоятельства. Вот и сейчас он справедливо взял на себя честь вины заслучившиеся. Не надо было тащиться на ведьмино болото. Послушался бы деда, ставил бы сегодня перемет на реке, а не смотрел на чужое солнце и незнакомые дневные луны числом аж две. Колька, пацан соседский, три дня подряд с болотных речушек щук приносил. По полведра. На спиннинг ловил. Вот и Игорю захотелось, рыбки-то. Самое обидное, что он даже не дошел до нужного места. Не судьба, видать, отведать ухи и щуки. Нет, пожалуй, одних только крепких и закаленных нервов бывшего спецназовца. Игорю бы точно не хватило, не начитаясь он, особенно в последнее время, на Афтор Тудэй и других сайтах книг про всевозможных попаданцев. Казалось бы, чтение фэнтези – обычное развлечение для отрыва от надоевших проблем вокруг. А то ведь куда ни ткнись, то коронавирусом чуть ли не из каждого утюга пугают. То про соседнюю страну опять рассказывают. То санкциями какими-то иззада грозят. И все это одновременно с повседневными неурядицами на службе или работе. Как приятное времяпрепровождение Игорь и рассматривал это свое читательское хобби. А вот и пригодилось. Уже. В том смысле, что нервы у Игоря сейчас, это он чувствовал, не шибкты шалят. Смешно в его положении не было ничего, тем не менее он смехнулся своим мыслям. Вообще-то в большинстве книг, которые им были прочитаны, герои фэнтези или фантастики часто получали при попадании какие-нибудь бонусы. Ну там способности к магии или боевым искусствам, знания иномерных языков, полезный артефакт или пронырливого спутника Пета. То, что Игорь ничего подобного при переходе в другой мир не получил, лишь означало, что никакое это не вымышленное фэнтези, а суровая правда жизни, какая она есть, беспрекрас. И оказался он в роли того, кого на сленге читателей фэнтези называют превозмоганцами. То есть выживать ему предстоит, полагаясь исключительно на свои личные способности, ум, силу, везение и знания. «Как же хочется матом громко и вслух выругаться», произнес Игорь и усмехнулся. «А кто мешает-то?» Тут ему пришла в голову мысль, что вполне возможно он поторопился с определением своего плачевного положения. С чего вдруг такая категоричность в отсутствии у него каких-нибудь попаданческих подарков? Для начала Игорь вернулся в пещеру, в которую оказался заброшен, и тщательно ее обыскал. Все, что нашел, он вытащил наружу. Свой рюкзак и спиннинг. Никаких артефактов или чудо-оружия там не было. Как ни появился по новый путь, приведший его в новый мир. Что еще могло ему перепасть? Попаданец закрыл глаза, пытаясь отыскать в себе какие-нибудь изменения. Знание незнакомого языка, видение магических линий или таблицу статов. Раз уж вынуждено пришлось признать реальность невероятного, то почему бы не рассмотреть вариант с попаданством в игровую вселенную? Но нет, ничего, пусто. Зарро. Игорь снял с себя брезентовую куртку, в ней было жарко, накинул на левое плечо обе лямки рюкзака и начал спускаться с холма. Глава первая. Разум подсказывал, что едва только оказавшись в чужом, незнакомом мире, бросаться, очертя голову, куда попало, и искать себе на задницу приключений – глупая идея. Для начала надо решить вопрос со своей безопасностью, водой и питанием. И именно в таком порядке. С первым вроде бы дело обстояло неплохо. Пещера, в отличие от шахты попадания, никуда, похоже, исчезать не собирается, а это все же какое-никакое на убежище. В армейском рюкзаке у Игоря имелись топорик из великолепной стали с прорезиненной рукояткой и охотничий нож. Попаданец или, если уж его появление в новом мире обошлось без бонусов, превозмоганец, достал и то, и другое и выложил свое оружие перед собой. Кстати, когда вытаскивал топорик, то за его рукоятку зацепился моток синей изоленты, напомнивший Игорю только вчера прочитанный пост в комментариях книги про попаданца. Дескать, синяя изолента нужна для прогрессорства. Без нее никак. Понятно, что тот читатель, кажется, его звали Романом, шутил. Но ведь Игорь-то без всяких шуток оказался в ином мире с такой полезной вещью. Получается, что он теперь не просто превозмоганец, а еще и прогрессор. Глубоко выдохнув, какая же чушь в голову лезет, Игорь едва не запустил мотком прогрессорство в направлении соснового леса, но в последний момент передумал. Не стоит разбрасываться тем небольшим имуществом, что у него при себе оказалось. В хозяйстве все пригодится. Он переложил изоленту в наружный карман рюкзака, заодно обнаружив в нем сложный полиэтиленовый пакет, чайную ложку и упаковку корвалола в таблетках. Да уж, очень ему нужная находка. Все это богатство, включая изоленту, оказалось в рюкзаке по причине банальной невнимательности Игоря. Взяв у деда его тару, он не потрудился ее внимательно потрясти. Застегнув клапан кармана, попаданец отложил деда в баул в сторону и взял в руки нож и топорик. Не сказать, чтобы его арсенал был завидным, но с учетом того, что Игорь полтора года срочный, и два года контрактной службы проходил в спецназе, где его обучали владению и подобными орудиями убийства, то и беззащитным не назовешь. «Спасибо тебе, старшина Пасюк», снова вслух произнес Игорь. Разговор с самим собой немного походил на сумасшествие, только попаданцу на это было наплевать с колокольной башни. Звук своего голоса помогал ему сосредоточиться и не растекаться мыслями на «а что? А почему?». Нет, основной курс обучения в спецназе его натаскивали на штатное оружие, включая, разумеется, и нож. Зато прошедший огонь и воду в нескольких горячих конфликтах старший прапорщик Пасюк был настоящим энтузиастом своего дела и натаскивал бойцов роты в использовании для убийства себе подобных совершенно различные предметы. А топорик был одним из самых эффективных. Не только рубить ведь им можно, но и метать, как те апачи с магиканами. Игорь, надо сказать, числился у старшины в любимчиках, что в общем-то и неудивительно. Накануне призыва в армию нынешний нежданный попаданец дошел до полуфинала на чемпионате России по самбо. А в процессе службы показывал лучшие результаты как в боевом самбо, так и в спаррингах по рукопашному или ножевому боям. Пасюк после того, как молодой салага на первом же занятии ловко подсек и выкинул его с площадки, не оскорбился, а преисполнился к новобранцу уважением, преобразовавшимся в покровительство и особое отношение к тренировкам. До конца срочной службы Игорь практически не знал, что такое личное время. А ведь не только во владение оружием Игоря натаскивали, но и многим другим полезным навыкам учили, позволяющим выживать даже в самых сложных обстоятельствах. И теперь это явно лишним не будет. В общем, оценив свои защитные возможности на три с минусом, это с учетом наличия укрытия в виде пещеры, Игорь провел ревизию следующих пунктов первоочередного обеспечения. Вода. Поблизости он не видел никаких водоемов или водных потоков и не слышал звуков текущей воды. Зато имелся запас в рюкзаке, а это был армейский баул югославского производства начала девяностых годов, где уж где-то такой себе нахомячил, Игорь так и забыл спросить, хотя собирался и не один раз. Кроме литрового термоса, отечественного, хорошего качества с металлической колбой, в которой был залит сладкий чай, Игорь извлек на свет и полторашку обычной воды, которую сам наливал из колодца. От жажды первое время не умру точно, резюмировал он. В этот момент ему показалось, что среди деревьев что-то мелькнуло. Некоторые расслабленности, что Игорь себе позволил, как не бывало. Он моментально вскочил на ноги, отбросив в сторону все, кроме ножа и топорика, причем последний взял в правую руку, приготовившись его метнуть в любого врага. Да, ему не показалось. Из-за деревьев появилась рысь. Один в один похожая на земную, но каких размеров? Раза в полтора крупнее. — Тебе чего здесь надо? — поинтересовался Игорь, стараясь не делать угрожающих движений. — Слушай, а может, ты мой Пет? Станешь моим спутником и помощником? Зверь прислушался к голосу человека, словно что-то понимал. У Игоря даже промелькнула мысль, что он угадал. Но нет, и здесь последовал облом. Презрительно фыркнув, рысь исчезла среди из полинских сосен и подлеска, так же внезапно, как появилась. Хотя почему облом? Если бы эта зверюга на него напала, было бы лучше, что ли? Впрочем, очевидный плюс в этом кратком знакомстве имелся. Игорь понял, что зверь понимает опасность, которую для него представляет двуногое существо без длинных когтей и клыков. Значит, в мире, куда забросила попаданца, люди все же есть. Насколько они похожи на него и на какой стадии развития находятся, ему еще предстоит выяснить. Подумав, Игорь собрал все, что уже извлек из рюкзака, и переместился с ним в пещеру, впрочем, расположившись рядом с выходом. Не нужно себя демонстрировать кому угодно. Из еды у него при себе было по банке говяжьей тушенки и сардин. Буханка Бородинского, три вареных яйца, лук и помидор. Игорь прислушался к своему желудку и решил, что пока не проголодался. Стянул с себя болотные сапоги, которые надел, когда подошел к территории болота, и вытащил кроссовки. Ведро, приготовленное им под будущий улов, осталось в родном мире. Игорь его поставил на землю перед тем, как провалиться. Зачем он выпустил ведро из рук? Мешало расстегнуть ширинку. Еще в рюкзаке имелся набор блесен к спиннингу, коробок спичек, спрей от мышкары и комаров, перочинный ножик, тоже дедовский, тарелка, ложка и наполненная солонка. В куртке Игорь носил также одноразовую зажигалку, хотя не курил, и носовой платок. На руке удобно разместились командирские часы, показывающие десять утра, что нисколько не соответствовало здешним реалиям. Солнце уже клонилось к закату, как и одна из лун, та, что поменьше. «Богато живу!» — сыронизировал попаданец, осмотрев свои вещи, и тут же поправил себя. Но могло быть и хуже. Еще же спиннинг есть. Да. Никаких документов, ключей или телефона у него с собой не было. Тащить это с собой вглуж, только рисковать, что где-нибудь выпадут. Не потерял. Зато теперь сам потерялся. Судьба. «Сиди, не сиди, пьяным не будешь», — произнес он одну из любимых фраз соседа по городской квартире дяди Миши, тунеядца и алкоголика, но изрекавшего иногда мудрые мысли. Необходимо было обследовать местность, в первую очередь для поиска воды. С едой, как Игорь и рассчитывал, проблем у него не будет. Раз природа похожа на земную, и зверь вон почти родной. Значит, и рыбалку можно организовать. Да и определить по следам животных и птиц, что можно тащить себе в рот, а что нельзя, он сумеет. В пещере попаданец оставил только болотники. Остальное навьючил на себя, перед этим уместив в рюкзак еще и свернутую куртку. Идти Игорю было все равно, в каком направлении. Никаких ориентиров, которые бы вызвали у него интерес, не наблюдалось, но по старой привычке решил идти в поиск слева направо по рубежам в глубину. Как тот спаниель, обижать прилегающие к пещере владения. Где-то в километре от места своего попаданства он обнаружил бегущую среди леса быструю речку с каменистым дном, за многие годы, десятилетия или даже века промывшую довольно глубокий овраг, можно даже сказать мини-каньон. Чтобы к ней спуститься, пришлось сползать по глиняно-каменному крутому откосу, цепляясь за кусты почти четыре метра. Но оно того стоило. Во-первых, послужившие ему подспорьем кусты оказались дикой черной смородиной, кислой, но вполне съедобной. А во-вторых, в чистой прозрачной воде речки Игорь видел снующих рыбешек. Раз есть такая плавающая мелочь, значит имеются и хищные рыбы, кто за ней охотится. Ширина реки в некоторых местах была не меньше десяти метров, что давало надежду на наличие в ней весьма крупных рыб. Откладывать в долгий ящик проверку своей гипотезы Игорь не стал и уже через каких-то десять минут вытащил настоящую щуку, ничем не отличающуюся от тех, что ловились в его родном мире. Да крупную какую! И ведь повелась на блесну с первого же забрасывания. Теперь точно с голоду не помру, попаданец с удовольствием разглядел свою добычу. Рыбацкий инстинкт просто заставлял его продолжить так удачно начавшуюся охоту, но разум возобладал. Игорь мастерски быстро выпотрошил и разрезал рыбу на куски, сложив их в полиэтиленовый пакет. Как тут не вспомнить деда добрым словом. А пакет засунул в рюкзак. Голову щуки он, сожалению, выкинул. Пока нет котелка, придется обходиться без ухи и довольствоваться запеченной на углях. До захода солнца времени было явно достаточно, по прикидке не менее трех часов. Так что возвращаться к своей пещере он не стал торопиться. Заблудиться Игорь не боялся. Он хорошо ориентировался в лесу, не страдал географическим кретинизмом, имел хорошую память. И к тому же холм, в котором была пещера, не терялся в ряду своих собратьев, а возвышался над местностью в гордом одиночестве. Так что при необходимости, забравшись на одну из осен, можно его легко отыскать взглядом. Найденный им глубокий овраг с замечательной речкой находились на юго-востоке от места его десантирования в этот мир. Он решил пройти еще немного подальше, чтобы определить границы гарантированной безопасности. В ближайшие дни основным его маршрутом будет южное направление, и не хотелось бы нарваться на неприятный сюрприз. Пройдя больше трех километров и решив вернуться до темноты, Игорь уже было хотел развернуться в обратный путь, как вдруг ему послышались какие-то звуки, похожие на ржание лошадей и окрики людей. «Надо будет обязательно посмотреть, что там за дела!» — буркнул попаданец. «Иначе ведь от любопытства не усну».